Всем привет! Меня зовут Максим Кухарь, это Электроника на пальцах, и мы наконец-то вернулись! Новый сезон будет посвящен уже не отдельным компонентам электроники, а простым устройствам, сделанным из них. Тема же этого выпуска — генераторы и электродвигатели. Нам известно, что ток в цепи создает магнитное поле, и наоборот, внешнее магнитное поле может создавать в ней ток. Лучше всего такие эффекты проявляются в катушках индуктивности, а если вы не знакомы с ними или магнетизмом, то обязательно посмотрите наш выпуск на эту тему. Условия появления тока из-за магнитного поля объясняются законом электромагнитной индукции Фарадея. При изменении магнитного потока, проходящего через контур, возникает индукционный ток, противостоящий этому изменению. Магнитный поток можно вычислить по вот этой формуле, где B — величина магнитной индукции, проходящей через контур, S — его площадь, A — альфа, угол между линиями индукции и перпендикуляром к контуру. Отсюда становится понятно, что для изменения потока нужно поменять внешнюю магнитную индукцию, изменить площадь контура или повернуть его. Так устроены все электромеханические генераторы и электродвигатели. В них всегда есть источник магнитного поля и цепь с катушкой. Теперь об особенностях каждого устройства. Задача генератора — превращать механическую энергию в электрическую, то есть создавать ток. Для этого лучше всего подойдет поворот цепи вокруг собственной оси. Это будет создавать индукционный ток, который и будет питать всю внешнюю цепь. Источниками магнитного поля являются постоянные магниты, так как поле должно иметь постоянную величину. Задача двигателя — превращать электрическую энергию в механическую, то есть создавать вращение. Для этого лучше всего подходит периодическое изменение магнитного поля, которое и вызывает вращение. Источниками магнитного поля могут быть как постоянные магниты, так и катушки индуктивности, ток в которых периодически изменяет свою величину. Причем двигателю может хватить и только катушек. Слово из-за схожести конструкции электромеханические генераторы часто могут становиться электродвигателями. И наоборот. Поскольку обычно такое не нужно, цепи устроены так, чтобы не допустить подобного явления. Важно уточнить, что здесь я говорю только об электромеханических элементах. Двигатели и генераторы бывают и другими. Перейдем к применениям. Генераторы в основном используют на электростанциях, причем первичным источником энергии может быть практически все, что угодно. Движение воды, воздуха, сжигание топлива или даже ядерная реакция. Почти все виды энергии легче всего преобразовывать в электричество через механические движения. Единственным исключением из самых популярных источников энергии является солнечное, которое напрямую преобразуется в электрическую. Кстати, один из наших следующих выпусков будет посвящен солнечным батареям. У электродвигателей применений побольше. Самое очевидное из них – это вращение объектов для движения и передачи усилий, колес, шестеренок и многого другого. Но кроме этого их применяют в сервоприводах. Это специальные приборы, контролирующие собственную работу за счет встроенных датчиков. Их задача – совершать поворот на конкретные углы и удерживать механизм в фиксированном положении. Например, в закрывках самолетов или дворниках автомобиля. А на этом все. Не забудьте про лайки, подписки и репосты. Спасибо за внимание. И помните, что хотя электроника – это сложно, на пальцах объяснить ее можно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...